Привет, ребята, это Сид и ваша любимая рубрика «Руки на стол». Сегодня посмотрим вот такие ништяки. Ничего не делается, в гараж не хожу, потому что у нас минус 30, давит уже неделю. Так что вот, он выбрался на почту, и китайцы завалили нас ништяками. Давайте посмотрим, что на этот раз. Начнем с вот такого подгона. Наш подписчик, мы переписывали с ним в группе ВКонтакте, и вот он нам прислал такие поделки. Помните, мы экспериментировали, отпечатали из пластика вот такие глазки. Ну, хотелось оригинальной формы, вот такой сложной, сделать, и у нас не получалось. Вот он тоже попробовал, но это уже на фотополимерном принтере из смолы, вот такие глазки. Ну, как видно, получаются не совсем прозрачные. Ну, масло, конечно, видно будет. Вот, и смола какая-то непрозрачная, желтая. И вот он, видимо, в разных положениях, от разных сторон. Вот такие вот косяки. Просто ради спортивного интереса, вот он прислал мне, что получается. Ну, вот, видимо, под конец уже выработалась кое-какая технология. Вот так вот он печатал их в таком подвешенном состоянии. Вот, кое-что получается. Ну, можно отполировать на токарном там, пастой Гои. Вы полупрозрачные, ну, можно использовать, да, в каких-нибудь неответственных местах. Вот по прочности они, ну, наверное, как эпоксидная смола. Я их не ломал, правда. Как эпоксидка, где толсто, там прочно, а где тонко, там и ломается. И хрупкость как бы есть такая. Ну, вот такой эксперимент. Там еще в группе ВКонтакте Иван Проценко обещал напечатать, тоже такие глазки попробовать. Посмотрим, что получится у него. Ну, вот Семен спрашивает, там, можно ли их печатать на продажу, да, продавать. Блин, ну фиг знает. Пока что с таким качеством я бы не стал выходить на рынок. Потому что при стоимости их 80 рублей китайских, да, абсолютно прозрачных, из поликарбоната, да. Классные глазки, там еще со вставками, с этими соображателем. 80 рублей, ну, там 150 максимум. Так что экономически нецелесообразно. Но все равно за эксперименты и за то, что поделился, Семену большое спасибо. А мы поехали дальше. Так, ну, это у нас сверла с диреклота. Левые плашки. Решил вот тоже собрать все левые мячики, все левые плашки. Потому что редко, но нужны. Всякие диаметры. Нестандартные. 3,3. 3,2. 12,3. Ну, короче, заказываю уже вообще по мелочам. Приходится переплачивать за почту. Но уже как бы все есть. Не хватает вот каких-то редких размеров, редких инструментов. Поэтому приходится заказывать. Даже неудобно перед продавцами. Ну, что делать? Больше ничего не надо. Заказываешь так вот. 10 фюрошек. И все. Это жизнь. Все остальное уже накопили. Так, давайте с вот этим вот. С большой коробкой разберемся. Блин, в это трудно поверить. Ребята, я потерял дремель. Как так? Шабер терял. Ну, много что терял. Ну, дремель. Как можно потерять дремель? Дома нету. В гараже нету. Как такое вообще происходит? Ну, последнее, что я делал, что-то с печкой. Где-то в гараже, короче, потерял дремель. Вот. И пришлось заказать. Ну, сейчас все на два дома. Сюда домой, в квартиру, да, и в гараж приходится покупать все по два набора. Так вот, заказал самый дешевый дремель, который нашел. Минимум этих насадок. Это что у нас? Инструкция. Далее, ну, они вообще опустились уже, на туалетной бумаге печатают. Ну, вот такой дремель. Сколько он? 130 ватт. Что-то не помню, сколько мой. Наверное, смотрите, уже качество вообще никакующее. Made in Mexico. Вроде сделано тоже в Мексике. Наклейка отклеивается. Литье вообще паршивое. Все в этих загусенцах. Да. Качество что-то засбоило. Что они такой провод делают? Блин, толстый, жесткий. Тут всего 130 ватт. Можно было тоненький сделать. Так, обороты до 33 тысячи, что ли. Ну, вот кейсик прикольный. Кейс мне нравится. Без всяких ложементов. Не пластмассовый, мягкий. Что-то положить. Взял и пошел. Так. Да, ребят, брал на Озоне. Не помню, сколько стоит. Ну, 3000 модель. То есть, такая в минимальной комплектации. Сами смотрите, сколько там стоит. Ну, это Озон. Приходит быстро, конечно, все. Следующий инструмент. Ну, это вот мои любимые комбинированные сверла. Сверломечик. Да, так они называются. И зенковки. Зенкер для шуруповерта. Я вот на эти подсел. Уже все шуруповертом вот эти вот. В листовом металле делать резьбы такие небольшие. Довольно удобно. Но надо быть осторожным. Хрупкие могут сломаться. Ссылки на все товары в описании. Так, вот еще классный металлорежущий инструмент. Это подороже, потому что специального назначения. Помните, я там фрезами мучился и делал циковки на крышках Урала. И вот купил специальные инструменты. Вот он идет. 6,2. Вот это вот цапфа, или как ее назвать? Направляющая 6,2. И разворачивает до 11 мм. Ну, под шляпку, короче. Под круглую. Под шестигранник. Вот. Можно будет ускорить процесс. Огонь. Огонь. Можно, конечно, было бы предложить это хозяину мотоциклов, который заказывает мне эту работу. Чтобы он мог сам дрелью это все сделать. Но, конечно, мы такого делать не будем. Так, поехали дальше. Это у нас драйвера для светодиодных сборок. Ну, для прожекторов, ламп. Это от 18 до 36. Ну, это 3 штуки здесь смотаны. Ну, а такие маленькие. Ну, поточное производство. Они их шлепают. Вот они идут целой полосой. Их тут отламываешь. Сколько тебе надо. Ну, попробуем отломить. Да, ну, вот они так надрезаны. Короче, вот эта маленькая идет 18-36 ватт. А вот эта 36-50 ватт. Я купил для вот таких ламп. У нас в гараже вот такими сделано освещение. Но они в магазине что-то стоят, ну, рублей 500, может быть, да, 600. Вот. Их хватает ровно на год. Через год они перегорают. И это происходит вот из-за... Ну, вот здесь плата стоит. Это происходит, как всегда, из-за перегрева. Из-за того, что они работают с перегрузкой. Ну, я тут уже собрал все, закрутил. Прилеплю на них радиаторы. Хоть как-то, чтобы уменьшить нагрев. Потому что там, ну, там припой расплавленный на платах. Понимаете? Перегревается сильно. Ну, и вот на всякий случай. Ну, я их восстановил. Три штуки я уже их отремонтировал. Ну, там другие маленькие. Ну, тоже такие маленькие. Ну, вот я на всякий случай купил на замену вот эти. Потому что микросхемы, вот эти, как они, драйверы сами. Там сама микросхема стоит столько же, сколько весь драйвер в сборе. Так что нет смысла их там что-то покупать, микросхему перепаивать. Так, ну, вот такой фигнёй занимаемся. Тут ещё, короче, вот этот. Пытался разобрать прожектор. Ну, видите, я уже говорил, что он более, ну, такой профессиональный, из магазина. Дорогой. Пытался отклеить стекло. В общем, никак не подобраться. Стекло на герметике приклеено. Вот, никаких выжимных винтов нету сзади. Пришлось сфрезеровать вот эти кромки. И так уже это канцелярским ножом потом всё вот так вот вырезал. Ну, короче, раздавил стекло. Стекло, станком раздавил. Потому что так, прям прижимал он какими-то прижимами. Вот, лопнуло маленько. Ну, замазал как-то тут, в плату впаял этот конденсатор. 150 микрофарад. Чтобы уменьшить пульсации. Ток не стал уменьшать. Чё-то с ним сгорит. Посмотрим, насколько хватит. Сгорит, так сгорит. Ну, тут радиатор, в принципе, мощный. Может, и поработает. А так раздражает, конечно, там, от изменения напряжения в сети. Сильно мерцает. Он из 100 Гц, как бы, воды отмерцает. И каждое падение, там, отражается на нём. Так, ещё инструмент. Вот такой вот интересный. Интересный наборчик. Ну, кто занимается, кстати, кожевинными делами, парусами там всякой, снастями. Вот, тот, наверное, знает, что это для... Купил вот такие люверсы. Короче, будем делать штору в гараж. Штору в гараж будем делать. Там, палатку резать. Вот, потому что задувает снегом. Ну, внутренне надувает. Вот такая вот есть наколение. Люверс состоит из шайбы. И вот этой втулки. Сюда материал. Кладывается, да. И вот так, молоточком, это всё, ну, или прессом. Зажимается, сдавливается. Ну, а это просто пробойник для этих пробойников. Пробойник диаметром 14 миллиметров. Там вот спорят, как нужно устанавливать. Либо сюда шайбу, да. Либо сюда втулку. А шайбу сверху. И потом вот так развальцовывать, да. Ну, кто-то шариком просто делает шар от подшипника, да. Я что-то разорился, чтобы просто посмотреть. Потом для, вот у меня ещё маленькие вот такие есть. Ну, для маленьких попробуем сами выточить. Ничего сложного. Просто посмотреть форму хотел. Такая довольно необычная. Ну, чтобы она её загибала, да. Вот эти края, чтобы не рвала. Чтобы аккуратно загибала. Вот, потом сделаем, конечно, сами это. Закалим. Ну, даже пробойник, в принципе, можно сделать самому. Если есть возможность купить, я покупаю, чтобы не тратить время драгоценное. Я никогда не делаю то, что можно купить в магазине. Вот такая вот морковка. Кто-то решил, что это интимная вещь, но нет. Это называется Metal Detector. Кому надо, почитайте на паузе. Инструкция, характеристики. Я уже этой морковкой поигрался. Смотрите, как она работает. По-английски он называется GP Pointer. По-русски не знаю как. Какой-нибудь точечный металлоискатель. В принципе, его можно использовать для поиска мелких приметов в грунте. Для копателей, кто занимается. Копом, монеты там всякие ищет. Он так включается. Тут есть вибратор внутри. Ну, я его включаю. Фонарик зачем-то. Короче, смотрите, он довольно чувствительный. Видите? Обнаружил такие маленькие. Скрепка, да. Видите, чуют. Довольно неплохо. Вот когда касается его. Ну, я-то его купил для поиска гвоздей в досках. Ну, и потом летом, конечно, ну, походим там, полазим в окрестностях гаража. Может, что-нибудь тоже найдем. Вот. А я купил пока что, пилю доски из помойки на дрова. Бензбилой. Уже пару раз запилился в гвоздь. Вот, решил купить такой металлоискатель, чтобы проверять их. Ну, видите, то есть, такие маленькие вещи даже находят. То есть, гвозди вообще легко в досках обнаружить. Ну, говорят, что можно еще электропроводку там в стенах. Так что, вот, довольно интересная штука. Идет вот такой еще чехол для него. Как я понимаю, вешать на одежду, на ремень. И такой шнурок. Как раз для меня. Для таких маш-растеряш, как я. Ну, вот так вот, да, он пристегивается. Ну, в принципе, хорошо, что она такая довольно здоровая. Ну, в принципе, хорошо, что она не маленькая. То есть, ее труднее потерять, если там выронишь, да, где-нибудь. То есть, есть шанс найти. Так что, вот, будем юзать. Ссылки на нее я дам в описании. Не знаю, мне такая штука понравилась. Ну, каким-то дермантином открыли она зачем-то. Это вот как раз можно было не делать. Питается вот 9-ти вольтовой батарейки. Там, короче, этот виброзвонок есть. Ну, вибрирует так. Так что, можно применить и не по назначению. Так, потом, ребят, купил вот такие вот... Как они называются? Соединители. Ну, быстро зажимные или как-нибудь. Не очень на них разбираюсь. Раньше не использовала. В общем, для соединения проводов. Это просто 3 провода соединяет. Это 2. А есть вот такие еще проходные. Ну, короче, для быстрого монтажа. И вот, подскажите, кто пользовался. Я так предполагаю, что они не подходят для какого-то силового монтажа. Ну, хотя на них написано там 10-10 ампер, там 20-30. Ну, написать-то что угодно можно. Вон, 32 ампера, 450 вольт. Ну, это сколько они ампер держат? Я их пока буду использовать для освещения, для разводки. Буду увеличивать там, ставить светильники еще дополнительно. На свет-то не пойдут. Вот. А силовые, это, наверное, цепи как бы для питания станков. Конечно, они не подойдут там. Лучше, что-то понадежнее. Ну, ребят, кто использовал вот эту вот всю мишуру, да? Напишите отзыв, как сказать, какие впечатления вот от этих соединителей. Такие вот еще есть, тоже быстрозажимные, ну, пружинные. Просто туда вставляешь зачищенный провод, да? Для света, мне кажется, для света они подойдут там. Токи небольшие, эти все стадиодные светильники потребляют мало. Можно их использовать в гараже. Не пожарные, опасные. Они не загораются вот эти вот. Как там контакты не окисляются. Вот что интересует. Чтобы там не пыхнуло. Чтобы там гараж там не спалить из-за них. Так, и переходим к электрике. Вот сейчас нам как раз понадобятся вот такие клещи-стриперы, да? Название тоже придумали. Это вполне, кстати, официальное название стрипер. Переводится стриптизер. Стрипер-раздеватель. Вот у меня уже одни такие есть, ну, или подобные. Они хорошо работают с мягкими проводами. А если твердая изоляция, или на холоде там, то они проскальзывают. Не могут зацепиться. Так, вот пробуем зажать. Вот видите, в принципе, как бы, ну, вполне надежно. Зажал даже такой тоненький провод. А смотрите, такие гибкие провода, да, многожильные. Эта штука может не зажать. Нет, в принципе, тоже держит. В принципе, удобно. Не, ну что, зажимает. Ну, там это вот двигается внутри, но провод то держит. Ну, такие есть, наверное, в каждом, в каждом магазине, да, в строительном, там, в электротоварах. Ну, я заказал в Китае. Мне потому что проще заказать оттуда, чем ходить по магазинам искать. Давайте еще вот эти вот попробуем, как нажимаешь. Ну, просто подпружиненные. Ну, тут же, в принципе, держит. Напрягает то, что это все пластмассовое, но потом нагреется и расплавится. Контакт пропадет. Ну, вот это можно вырвать, такой, вероятно, распушенный провод. Так, ну, я выдрал уже вместе с этой спружиной спосконтактов. Ну, то есть, видите, в принципе, надежно. Я сломал эту, вытащил контакт, разогнул. Ну, а провод не выдернулся. Так, ну и вот набрал целую кучу всевозможных клещей, да, обжимных. Обжимок электрических, да, для монтажа. Потому что, ну, вот начал заниматься тоже электрикой, там, ремонтом всякой электрики. Блин, везде вот эти вот нужны клеммы обжимать. И, в общем, набрал всевозможных типов разных. Ну, вот этот стриппер только что смотрели. Потом обжим, вот этот квадрат с четырех сторон, да, который обжимает. Это для наконечников, оконечивать провода просто такими трубчатыми. Тут вот некоторые идут с наконечниками. Вот сейчас мы их попробуем. Я вот здесь подписал, какие для них. Какие клещи нужны от SN06. Вот такие вот. Вот этот для простого соединения, для двух проводов, да, соединяет два провода. Вот так вот, да, и просто он их продавливает. Трубочки, вот эти гильзы, вот так вот еще разрезаны посередине. Ну, похоже, я взял вот самые толстые трубки какие-то. Так, попробуем вот этот вот обжать. Ну, блин, даже такой толстый провод, он вот болтается в этой трубочке. Ну, вот так. Ну, и вот так вот он их просто задавливает. И все держится, в принципе. Вот, провод соединен без всякой пайки. Вот тут надо еще термоусадочную трубку. Ну, что, довольно прочно. Вот такие клещи. Но можно потоньше еще взять набор, потоньше на трубке. Но вот этот набор именно вот для этих клещей. Может быть, есть еще меньше. Под более тонкие провода. Это клеммные наконечники. Ну, давайте посмотрим, как вот эти заряжаются. Что-то сдергивается. Или это надо еще для более толстых проводов. Для вот таких, что ли. Нет, что-то нифига. Короче, тут не получалось вообще отжимать. Эти здесь слетают с проводов. Не зажимают. Тут надо очень четко подбирать. Ну, вот размер этой клеммы. И диаметр провода, и изоляции. Вот единственный, который я подобрал. Вот этот более-менее держится. А остальные слетают. Вставляем. Вроде я обжался, но не держится. Слишком тонкий. Ну, тоже отрывается. Ну, в общем, надо потренироваться. Может, я что-то делаю не так. Так, и вот такие вот наконечники. Нужны клещи HS30J. Тут можно с изоляцией. Так, ну вот. Попробуем вот это отзарядить. Так, ну вот, все просто. И довольно прочно держится. Вот это обжался. А это еще толще. Это вообще какие-то монструозные тут. А вот это нормально. Ну, короче, пока нашел только вот для вот таких. Ну, вот нормально. Походу, я слишком большие купил. Это потому, что самый маленький размер. Вот у меня берет вот этот вот. Ну, тут вообще 4,6 провод. 4 квадрата. Это вообще какие-то... Ну, короче, можно приноровиться. Можно только разобраться, для каких наконечников какие клещи подходят. Взял другие клещи. Вот эти получше работают. Удалось удачно обжать вот этот вот. Толстый 6-миллиметровый клемм. Ну, 4-миллиметровый. Зачищаю где-то 5 миллиметров. Вот маленькие клеммы он вот так вот обжимает, но как-то вытягивает. Вот здесь металл делает такие кромки. Как-то заедает. А вот эти 4,8 и 6 миллиметров зажимают нормально. Вот, в принципе, и клещи не рассчитаны на 3 вида клемм. Вот это вот 2,8 и 4,8 и 6 миллиметров. Сначала вставляем клемму в клещи. У меня только так получается. А потом уже вставляем провод. Провод, по-моему, плохо продавился. Ну, может, продавился. А вот изоляция хорошо. Так просто ее не сорвать. Держится прочно. Ну вот, набрал такую кучу клещей. Будем тренироваться. Не всегда получается подбирать и провод, и клещи тоже по-разному работают. По-моему, все я купил в одном магазине или в двух. Ну, вот эти, по-моему, в одном месте. Это не одной фирмы даже. Такие вот, коричневые. Слот пишите тоже, делитесь своими впечатлениями. Какие лучше, какие я зря взял. Ну, тут какие-то одни лишние. Ну, допустим, вот эти вот одну и ту же функцию выполняют. Вот эти мне понравились больше. Ну, и вот тоже просто плоский зажим. Просто клемму сминает. Ну, без всяких этих ухищрений. Вот такие вот. Тоже, по-моему, однотипные. Ссылки на все товары я оставлю в описании. Переходите именно по ним, потому что они партнерские. И мне упадет какая-нибудь копейка. Ну, а на этом у меня все. Всем пока, удачи!